Соревнования в мастерстве, меткости и выносливости определили лучших среди военных из почти двух десятков стран на армейских международных играх. Накануне в подмосковном Алабине чествовали победители. В этот день прошли самые зрелищные соревнования. Суворовский натиск, стремительная гонка на время по пресеченной местности на БМП со стрельбой и форсированием преград. Победил российский экипаж. Там же финал танкового биатлона. Россия выиграла и это состязание. Второе место у Китая, бронза у Казахстана. В целом по числу побед наши военные абсолютные лидеры. В 19 конкурсах из 23 у нас золото. В том числе в такой высокотехнологичной дисциплине, как авиадартс. Первые позиции у истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков. В групповом высшем пилотаже наш весь пьедестал. Русские витязи, соколы России, стрижи. И еще российские горные стрелки лучшие в конкурсе «Эльбрусское кольцо». 10 дней и больше 100 километров по Алтайскому высокогорью с горными реками, ледниками и перевалами. Немного статистики. За две недели в играх приняли участие 70 тысяч военнослужащих. 700 единиц техники, в том числе полсотни самолетов. Кроме того, на играх работали пункты отбора на службу по контракту. Их посетили 10 тысяч человек. Многие говорили, что хотят связать жизнь с армией. Субтитры создавал DimaTorzok